Что происходит? Пентагон признал вдруг, что феномен НЛО существует. Они утверждают, что они не знают, что это такое, лишь уточняя, что с подобной столь развитой технологией на Земле они не сталкивались. ЦРУ сделала то же самое, признав существование феномена НЛО, то есть неопознанных летающих объектов, и даже рассекретила некоторые документы, посвященные этой загадке. Внеземная жизнь и НЛО больше не маргинальные темы нескольких шизиков-конспирологов. Теперь это мейнстрим, практически ежемесячная повестка дня, с новыми фактами, разоблачениями и рассекреченными документами. Совсем недавно директор НАСА дал очередное интервью, и то, что он там сказал, не натянешь на голову. Что происходит, друзья мои? Нас к чему-то готовят, и это нечто уже совсем близко? Давайте разбираться. С вас подписка на канал, лайки и комментарии. Поехали. Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос очень давно беспокоит человечество, и самые умные его представители усиленно ищут ответ на него. Странно, так как еще лет 80-100 назад ни у кого не было сомнений в том, что мы не одни во Вселенной. Многие представители различных наук говорили, что Вселенная полна жизни. Помимо этого, существует масса древних культур, для которых вопрос существования разумной жизни во Вселенной и визиты гостей со звезд, то есть богов, не является предположением, а является непреложной истиной. Но вдруг что-то случилось, и 20-й век, приближаясь к своей середине, превратил тему неопознанных летающих объектов и разумной жизни на других планетах в фантастику с практически бульварным желтым оттенком. Далее появилась небезосновательная конспирология, утверждающая, что правительства, армии и спецслужбы различных стран знают правду о происходящем как в небе, так и в космосе, но тщательно ее скрывают, дискредитируя каждого, кто попытается заговорить об этом публично. Я верю в феномен НЛО, я не могу в него не верить, так как сам видел НЛО не меньше восьми раз. Да, я очень везучий на этот счет. И если вы хотите большой выпуск, посвященный этой теме, снятый на натуре, с компьютерной графикой, актерами и прочим инвентарем, с вас 2000 лайков минимум, а то и 2500 под этим видео. Мне всегда казалось, что вопрос сокрытия спецслужбами документов и знаний, связанных с неземными цивилизациями и НЛО, заключается в том, что те просто не знают, что это такое. То есть технология настолько продвинутая и непонятная, что изучить ничего невозможно. Они неуязвимы. По большому счету, нынешняя волна раскрытия, якобы правды, захлестнувшая мир, как раз на это и ссылается. Посыпались многочисленные документальные фильмы, снятые не маленькими студиями, а крупными теле- и кинокорпорациями, где важные и большие люди говорят о случаях столкновения с НЛО или с тем, что можно назвать внеземной жизнью. И даже бывшие агенты ЦРУ не слазят с телеэкранов и в прямом эфире новостей рассказывают о самой интересной тайне современности. Этой темы стало так много в СМИ, которым можно доверять, что возникает ощущение, что это некая общая целенаправленная координация, имеющая под собой конкретные цели. Ощущение, что это некая подготовка к чему-то. Армия Соединенных Штатов Америки сказала об НЛО и даже предоставила видео того, что она называет этим феноменом. Американские политики об этом сказали, ЦРУ рассекретила документы. Однако мы же понимаем, что в вопросах космоса и внеземной жизни они не самые главные. И вот наконец это случилось. Нынешний директор НАСА Билл Нельсон, человек, воевавший во Вьетнаме, бывший политиком и чиновником, летавший в космос, на днях дал интервью университету Вирджинии. Ох и внешность! Да он сам выглядит как инопланетянин, на которого неудачно натянули кожу и вот-вот она спадет. Вот из-за таких как ты конспирология о рептилоидах и появляется. Директора НАСА никто ни о чем таком не спрашивал в интервью, видимо считая подобные вопросы неэтичными и детскими. Но в заключении сам Билл Нельсон вдруг начал говорить о феномене НЛО и о том, что он общался с пилотами ВВС, которые видели неопознанные летающие объекты. Что с 2010 года таких инцидентов было не менее 300. И о том, что подобной технологии на Земле просто нет. Он напрямую связал феномен НЛО с внеземной жизнью. А еще он много говорил о кометах, военных технологиях, в космосе и даже вспомнил фильм Армагеддон с Брюсом Уиллисом, желающим читать скрытый смысл между строк «Пищи для ума предостаточно». И это все говорил не конспиролог и даже не бывший агент какой-то спецслужбы, а действующий глава самого сильного аэрокосмического агентства в мире. На Земле едва ли найдется больше пяти человек, знающих больше, чем он, о том, что творится сейчас в ближнем космосе. А потом ведущий все-таки осмелился и спросил о жизни во Вселенной. Есть ли она? Глава НАСА ответил. Кто я такой, чтобы это отрицать? Там, во Вселенной и в нашей галактике миллиарды таких планет, как Земля. Неплохо, правда? Есть огромное количество людей, воспринимающих феномен НЛО, вопрос существования жизни во Вселенной, а также каждое видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект, не просто скептично, а почти с истерикой. В последний год эти люди потерпели беспощадное фиаско, которое теперь усилилось благодаря не дяде с улицы, а директору НАСА Биллу Нельсону, косвенно признавшему, что нашу планету посещают разумные цивилизации, обитающие во Вселенной. Интересно, а с чего все они так вдруг осмелели и во весь голос стали обсуждать эту тему, вплоть до рассказов о биологических образцах НЛО? Рассказал нам об этом не конспиролог, повторяю, а Луис Элизондо, бывший специальный агент контрразведки армии США и бывший сотрудник канцелярии заместителя министра обороны США по разведке. Конечно же, это подготовка и создание некого приемлемого отношения социума к чему-то неизведанному. Осталось лишь выяснить цель этой подготовки. Неужели ферму готовят ко встрече с хозяином фермы? И чем это нам грозит? Интересный вопрос. Будем следить за новостями, читать между строк, когда идет очередной слив информации или дезинформации через директора НАСА или иного крупного чиновника, желающего внезапно открыть всему миру правду о внеземной жизни и столь необыкновенном явлении, как НЛО. Ну, уважаемые друзья, прежде всего постоянные подписчики, постоянные зрители, которые досматривают все мои видео до конца, обращаюсь прежде всего к вам. Дело в том, что существует теория, что мой канал находится в так называемом теневом бане. Существует якобы способ избежать этого теневого бана. Все, что вам нужно сейчас, прямо когда вы смотрите это видео, поставить его на паузу и под этим видео нажать кнопочку «Отписаться от канала», потом сразу же подписаться, нажать заново на колокольчик и выбрать функцию «Для всех». Это вроде должно нам помочь. А всех прошу вас это сделать, только не забудьте все-таки обратно подписаться. Посмотрим, что это даст. Может быть, действительно существует так называемый баг теневого бана, и нам удастся благодаря этим манипуляциям из него выбраться. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, то есть настоящее сопротивление дезинформации и невежеству. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вы подписались, поставили лайк и написали комментарии. Вы были на канале «Нулевой пациент», меня зовут Крыжановский Петр. Пожалуйста, подпишитесь на мои соцсети, все ссылки на них будут под этим видео. Далее будет еще больше интересных видео. Всего хорошего и помните, грядут перемены.